В эти предпраздничные дни я, как всегда, тестирую зимний транспорт. Сегодня это снегоход «Буран», которым Дед Мороз мог пользоваться во времена СССР. Ну а для пущей достоверности, ну, как-то так. Производство «Буранов» началось в декабре 1971 года в городе Рыбинске. Поначалу эту новинку называли то «мотонарты», то «снежный мотоцикл». По тем временам это было нечто. Хотя, почему по тем? Жизнь тогда была не то, что сейчас, неспешная. Да и снегоходы были такими же. Да чего же он забавный? Массивный круглый капот с фарой по центру совсем не придает ему стремительности. «Буран» фундаментален, как одноименный пылесос. Он не похож на транспортное средство. Скорее, на аттракцион с детской площадки. Видите, какая у него длинная лавка? Тут и «Снегурочка» могла бы поместиться. Под капотом находится двухтактный двухцилиндровый двигатель. Его объем 640 кубических сантиметров, а мощность 34 лошадиные силы. Он работал на самом дешевом 80-м бензине. Мотор этот славился своей надежностью. А как же иначе? Представляете, каково это – сломаться или не завестись в сотнях километров от человеческого жилья. Снегоход во многом заменил северянам собачью пряжку. Передача усилия от двигателя на гусенице осуществляется клиноременным вариатором. Поэтому о переключении передач думать не надо. Что ж, в путь. Запускается мотор незатейливо – веревкой. Хотя, говорят, когда-то был старт. Управление снегоходом упрощено до нельца. На холде такая простота очень важна. Для Деда Мороза это то, что надо. Ведь когда на руках теплой варежки, а на ногах валенки, особо не поманипулируешь. Газ тут управляется нажатием на блестящую кнопку. Есть и реверс, вот этот рычаг справа. И как на них ездили? Сиденье холодное, пронзительный ветер. Вот почему у Деда Мороза красный нос. У лыжи и пары гусениц очень низкое удельное давление на снег. Оттого буран и не проваливается. Какой красивый след остается позади. А знаете ли вы, что скорость стройки лошадей и этого снегохода одинакова? 60 км в час. Правда, аппетит у бурана поядреннее. Около 30 литров бензина. А знаете, мне кажется, совсем не важно, на чем передвигается Дед Мороз. Главное, что он ко всем и всегда успевает.